Субтитры создавал DimaTorzok Что еще на повестке? Да вот в город Царицыно завезли сырокопченую. Умеют же. Царицыно. Идеальная сырокопченая. А может мне у них просто рецепт? 15 лет исследований в институте Чистая линия помогли нам создать первые фитотезодоранты с календулой, жасмином и шалфеем. Они обеспечивают двойную эффективность против пота и запаха на 48 часов без консервантов, парабенов и спирта. Ваша кожа действительно дышит. Чистая линия фитотерапия. Безопасная защита на каждый день. Здравствуйте. В прямом эфире Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. И в этом выпуске вы увидите... Старт выбором дан. Депутаты Верховного Совета приняли закон, по которому республика будет жить ближайшие три месяца. Бунт в колонии. Сотрудники системы исполнения наказаний провели учения по ликвидации массовых беспорядков. Абакан готовится к лету. В зоне отдыха кипит работа по очистке водоема и благоустройству пляжа. Дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Саиногорский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь. Напомним, трагедия произошла в августе 2009 года. Из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку гидроагрегата номер 2. В машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. Погибли 75 человек. К уголовной ответственности за нарушение правил безопасности привлечено 7 руководителей и инженерно-технических работников гидроэлектростанции. Директор Саяно-Шушенской ГЭС Николай Неволько, главный инженер Андрей Митрофанов, его заместители Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко, а также работники службы мониторинга оборудования Александр Матвиенко, Владимир Белобородов и Александр Клюкач. Всем им грозит 7 лет заключения. Хакасия готовится к проведению третьего международного форума «Историко-культурное наследие» как ресурс социокультурного развития. Масштабное мероприятие пройдет под эгидой ЮНЕСКО, организаторы, правительство России и нашей республики. Сегодня состоялось заседание организационного комитета. Подробности у Олеси Калиниченко. С 26 по 30 июня Хакасия превратится в федеральную площадку для дискуссии. Лучшие умы в сфере науки, бизнеса, политики и искусства соберутся в республике, чтобы поговорить и поспорить о культурном наследии. Обсуждать будут не только сохранность того, что оставили нам предки. Культура – это тот ресурс, на котором можно и нужно зарабатывать. Конечно, при условии бережного к ней отношения. Два предыдущих форума уже дали Хакасии хорошие дивиденды. Форум дал активное развитие такому направлению, как музеи под открытым небом. За эти годы их количество в Хакасии увеличилось до 10. Это уже крупнейшая сеть. Музеи под открытым небом находятся в сельской местности. В некоторых музеях штат работников уже доходит до 12 человек. Люди проводят экскурсии, готовят блюда национальной кухни, изготавливают и продают продукцию народных промыслов. В настоящий момент программа третьего международного форума расписана по часам. Большинство российских и зарубежных гостей уже подтвердили свое участие. На форуме 2013 года будут подниматься такие актуальные проблемы, как развитие книжной, книгопечатной культуры, восстановление детского и молодежного туризма. На отдельной площадке будут говорить о судьбе неурбанизированных территорий. Другими словами, обсудят способы выживания малых деревень. В рамках форума будет проведен конкурс бизнес-проектов, которые можно реализовать в сельской местности. Для жителей Хакаси международный форум – это еще и уникальная возможность познакомиться с шедеврами мировой культуры. Хорошей традицией стало приглашать в республику звезд классической музыки. На наших сценах уже выступали Хосе Карерас и оперная звезда Татьяна Павловская. В этом году пригласили звезд Мариинского театра. Помимо этого в Абакане будет работать уникальная выставка изобразительного искусства. Для жителей республики будет абсолютно все доступно, потому что шикарные выставочные проекты нашей Беллинарии Хакасия-Москва-Тыва, которые пройдут в Хакасском национальном музее, они останутся, они будут какое-то время работать. Это две потрясающие выставки, о которых я уже говорила. Это шедевры Бахрушевского музея, это оригинальные полотна Репина, Врубеля и так далее. Я думаю, что после выставки Эрмитажа, который был в Хакасии лет, по-моему, 10 назад, это второй такой масштабный, огромный выставочный проект. Концерт на стадионе в Аднессе Майя, я думаю, тоже, в общем-то, доступный проект. В рамках международного форума пройдет Всероссийская конференция малочисленных народов. Ожидается приезд 12 делегаций со всей страны. Познакомиться с самобытной культурой и малых народностей можно будет на главном национальном празднике Хакасии – Тунпайрам. В этом году он пройдет 29 июня на Сагайской поляне. Олеся Каринченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Из-за низких уличных температур в Арджиенкидзовском районе закрыли детский сад. В поселке Копьёво родителям объявили, что садик «Золотой ключик» не будет работать до пятницы. Как сообщает информагентство Хакасии, столбики термометров в помещениях дошкольного учреждения не поднимаются выше 16 и 17 градусов. Именно поэтому специальная комиссия приняла решение временно распустить детей. Остальные садики района работают в обычном режиме. В Хакасии стартует выборная кампания. Сегодня на сессии депутаты Верховного Совета утвердили единый день голосования. Чем еще отметилась предпоследняя перед летними каникулами заседания парламента, расскажет Ольга Стельмах. Главное политическое событие этого года – выборы 2013 – официально получило старт. Несколько месяцев избирком Хакасии и депутаты Верховного Совета корректировали избирательное законодательство. И наконец-то внесли окончательный штрих – назначили дату голосования. Проектом постановления предлагается именно сегодня, 5 июня 2013 года, то есть за 94 дня до дня голосования, назначить выборы на 8 сентября 2013 года. Начинается избирательная кампания как таковая. По сути, процедуры выдвижения, процедуры, те процедуры, которые кандидаты будут предпринимать, они начнутся после опубликования данных постановлений в средствах массовой информации. Ну, в частности, начнется выдвижение. А для средств массовой информации уже с завтрашнего дня начинается период избирательной кампании и начинаются ограничения в плане ведения тех или иных агитационных мероприятий. Кандидаты на выборные посты станут известны не раньше, чем через месяц. Напомним, осенью жителям республики предстоит избрать главу региона, а также депутатов Верховный Совет Хакасии. Кстати, новый созыв парламента будет меньше. Число народных избранников сократится с 75 до 50 человек. Несмотря на предстоящую жесткую борьбу за депутатские кресла, спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев призвал играть по правилам. Активная агитация, особенно в средствах массовой информации, проходит не ранее, чем за 35 дней до начала выборов. Это помнить надо. Это у нас начнут завтра уже и в газетах писать, и программы публиковать, и все остальное. Могут снять просто с выборов потом избирательная комиссия. Бюджет Хакасии стал больше на полтора миллиарда рублей. Депутаты внесли поправки в главный финансовый документ республики. Эти средства пришли из федерального центра. Треть от суммы пойдет в здравоохранение, образование и сельское хозяйство республики. Минфин увеличил финансирование и в программе по переселению из аварийного жилья на 89 миллионов рублей. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Уже с 1 сентября в Хакасии вступит в силу новый закон об образовании. В отличие от прежнего, в новой редакции увеличено число льгот. Теперь родителям не нужно будет покупать учебники для своих детей. Власти обязали обеспечить учебным материалом все школы, включая средние и старшие классы. А вот родителям тех дошколят, кто вынужден посещать частные детские сады, будут компенсировать 10% затрат. Подробнее об этом мы расскажем в пятничном выпуске Вести, Хакасия в рубрике «Парламентский дневник». Кстати, к 1 сентября в Абакане откроется еще один новый детский сад. Он появится в седьмом микрорайоне города. Строители уже приступили к отделочным работам, рассказывает Алексей Баинов. Новый детский сад под названием «Капитошка» заметен издалека. Его фасад, в отличие от других подобных зданий, как будто раскрашен в разные цвета. На самом деле это керамогранит девяти оттенков. Его выбрали из-за высокой прочности и долговечности. Вообще, этот объект можно назвать особым. Здесь строители использовали технологию безригельного каркаса. Сборная конструкция железы подразумевает, что сборная колонна и монолиты – это сборное перекрытие. Собираться в качестве детского конструкции Олега, потом бетонируются стыки, является очень быстрым возведением, надежным сейсметический вариант. Сегодня на заседании штаба еще раз уточнили проблемы и способы их решения. Объект неординарный, здание нетиповое. Отсюда и повышенное внимание. От других детских садов новый будет отличаться бассейном и большими площадями для спален и игровых комнат. При этом всю внутреннюю отделку планируется выполнить из специальных неаллергенных материалов. Здесь у нас все краски, все негорючие, то есть все акриловые краски, в принципе, они не очень дешевые. Значит, половые покрытия будут тоже износостойкие, но именно для садиков. Сейчас второй этаж здания отделан почти на 60%. Укладывается кафель, грунтуются стены, идет покраска. На первом идет заливка и стяжка полов, в раздевалке перед бассейном монтируется теплый пол. Стоимость всего проекта около 170 миллионов рублей. 15 августа строители готовы предъявить объект комиссии. Открытие планируется на начало осени. И очередь в дошкольное учреждение Абакана уменьшится на 220 детей. В Абакане задержан преступник, находившийся в международном розыске. Два года назад уроженец Киргизии, проживавший в Хакасии, изнасиловал 18-летнюю сестру своей жены. При этом он избил девушку и угрожал ей физической расправой. После совершения преступления мужчина сразу же скрылся. В отношении него было возбуждено два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством» или «Причинение тяжкого вреда здоровью». Минувшим днём его удалось задержать. Как оказалось, всё это время насильник скрывался в родной Киргизии. А спустя время решил вернуться на прежнее место жительства в надежде, что страсти улеглись. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. 140 килограммов непроверенного мяса могло попасть на прилавки республиканских магазинов. В ходе очередного рейда сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД задержали крупную партию говядины. Её перевозили без сопроводительных документов. Продукция арестована, нарушители привлечены к административной ответственности. Горячую воду в Абакане в этом году будут отключать ещё дважды. Это необходимо сделать для технологического подключения к водопроводным сетям нового энергоблока Абаканской ТЭЦ. Предварительные мероприятия запланированы на июль и сентябрь. Напомним, в мае жители города уже оставались на четыре дня без горячей воды из-за сезонных испытаний водопровода. Учение в одной из пригорских колоний. Сотрудникам управления исполнения наказаний пришлось успокаивать взбунтовавшихся заключённых. Когда конфликт был практически исчерпан, выяснилось, что в здании находится заложник. Его освобождением занялся спецназ. За развитием событий наблюдали Наталья Громашова и Сергей Казьмин. 5 июня, начало 7 утра. Заключённые лечебно-исправительного учреждения в Пригорске не вышли на зарядку. Требуют улучшить условия содержания. В колонии бунт заключённые не идут на мировую с силовиками. Именно так начинаются учения у ФСИН по Хакасии. На подмогу дежурным прибывает сводный отряд УФСИН. Более того, представители других силовых ведомств. В общей сложности порядка 400 человек. Взбунтовавшихся заключённых почти 90. Все вооружены. В дело идут заточки, арматура, камни и палки. В противовес спецтехника, оружие, дымовые завесы и взрывпакеты. Бунтовщиков, которые на улице, через некоторое время удаётся окружить и обезоружить. Через заслоны пробиться на свободу уже нет ни малейшей возможности. Тех, кто пытается всё же бежать, задерживают специально обученные собаки. Без них не обходится ни одна серьёзная операция. Заключённых одного за другим отправляют в следственный изолятор. Но на этом учения не заканчиваются. В одной из комнат лечебно-исправительного учреждения возгорание. Помещение задымлено. В суматохе двум заключённым удаётся скрыться в здании. Сюда же спешат пожарные. Через несколько минут по рации передают. На втором этаже в руках осуждённых и заложник, сотрудник МЧС. Силовики начинают переговоры с бунтарями. Основная цель нашей работы была отвлечение внимания преступников. С тем, чтобы представители силовых ведомств смогли подготовиться к атаке. И с тем, чтобы смогли освобождить заложника. И с этой целью тактика затягивания переговоров была основной. В ходе переговоров требования преступников становятся более развязными. Нужно спиртное, наркотики, вертолёт, деньги, оружие. За всем этим психологи, которые участвуют в переговорах, видят одно. Главная цель заключённых – нарушить оперативную обстановку в учреждении. Минуты ожидания кажутся часами. И вот даётся команда пятисекундной боевой готовности. Кульминационный момент. Заложник освобождён, не пострадал. Двух заключённых увозят в изолятор. По словам сотрудников УФСИН, главным учениях было отработать взаимодействие всех силовых структур в ходе ликвидации массовых беспорядков. Временные показатели здесь не учитываются. Важен результат. Либо выполнено, либо нет. Должен отметить, что последние учения в течение нескольких лет, твёрдая удовлетворительная оценка на учениях зарабатываем, ну а мелкие недостатки, которые выявляются. Учения для этого и проводятся, чтобы в дальнейшем их устранять. Кстати, роль преступников по традиции играли сами сотрудники УФСИН. Александру Амзаракову уже не впервые приходится надевать форму заключённого. Говорит, продержаться на поле боя удалось достаточно долго, но всё же устоять перед силовиками невозможно. Только на отлично. Отработали эффективно, да, даже красочно. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Несмотря на холодную погоду, в Абакане полным ходом идёт подготовка к открытию купального сезона. Все работы на городском пляже планируется завершить к 15 июня. Сегодня на водоёме работали водолазы. Они очищали дно от скопившегося мусора. Основные находки – битое стекло, автошины и бытовые отходы. Попадаются и крайне неожиданные вещи. К примеру, старинный арифмометр, самолётная дверь и карусельная лошадка. С приходом настоящего летнего тепла МЧС в прибрежной зоне развернёт спасательный пост. Работники паркового хозяйства к середине июня приведут в порядок пляж. Это 10 тысяч квадратных метров. Для комфорта отдыхающих здесь установят урны, скамейки и кабины для переодевания. Частично будет обновлён песок. Зона отдыха, как и планировалось, будет готова через 10 дней. А вот старт к купальному сезону даст погода. Уборкой мусора, правда, не под водой, а на суше, сегодня занимались и чиновники. Представители Министерства регионального развития и Госкомитета по охране животного мира вышли на Южную дамбу. Свою акцию они приурочили ко Дню охраны окружающей среды. Чиновники сразу двух ведомств День защиты окружающей среды решили не сорить словами и личным примером показать, как нужно охранять эту самую среду. Поэтому они сегодня не в деловых костюмах, а в перчатках и с пакетами для мусора. Район Южной дамбы для экологического десанта был выбран не случайно. Излюбленное место отдыха горожан, как и множество подобных, загрязняется годами. Это место наиболее посещаемое, где больше людей, там больше оно и получается захламленное. Проезжая на днях весной, мы осматривали местности, где произвести уборку, выбрали это место. Огромные кучи бытовых и строительных отходов, банки и бутылки превратили водоохранную зону в свалку. Мусора так много, что понадобилась тяжелая техника. И дело не столько в том, что эта территория убирается не чаще одного раза в год. Так уж повелось, что отдохнув в лесу, большая часть горожан не спешит навести после себя порядок. Из каждой новой кампании любителей шашлыков мусора становится только больше. Свою лепту, похоже, вносят и жители близлежащих домов. В основном мусор это бутылки, пластиковые пакеты, очень много строительного мусора. Очень много почему-то обуви. Мы находили и сандалии, и башмаки зимние. Я думаю, что, скорее всего, это вываливается вместе с бытовым мусором. Ну, именно все-таки из домов, из коттеджных домов, именно из домов частного сектора. Десант чиновников сегодня за три часа вычистил сотни метров территории Южной дамбы. На свалку вывезено два камаза мусора. Следующая экологическая акция намечена на конец сезона пикников. Понадобится ли для уборки тяжелая техника, осенью будет зависеть только от обычных жителей столицы Хакасии. А теперь о погоде на завтра. Кстати, по народным приметам, именно с 6 июня начиналось лето. Совпадут ли примечания наших предков с прогнозом современных синоптиков, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артрит, артроз, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатонского приборного завода Алмак-01. Выставка продажа в Радиабакане. Научная формула крема СИФ обладает двойным действием. Легко удаляя 100% грязи во всем замке. Так рыцарь стал королевой. Крем СИФ – всегда сияющий результат. 100% удаляет грязь. Давайте по лестнице. Нет-нет, суставы. Проблемы – тяжело. Артрацин. Капсулы.